Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня четверг, 10 января. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте! Новогодний марафон и встречи Нового года, и празднование Рождества сделали свое доброе дело. Мы и не заметили, как первые декады января оказалось уже позади. Настроение, в общем-то, хорошее. Погода с рождественским морозцем радует. Так не хочется расставаться с этим позитивом. А мы и не будем. Наша первая новогодняя собеседница Ольга Даранова, ученый-секретарь Дворца книги, порадует нас интересным выступлением. Она расскажет о культурном событии, которое состоялось две недели назад, в конце декабря. Событие, столь красивое, несет такой заряд любви к культуре, истории и литературному творчеству, что вполне уместно вспомнить о нем подробно и сегодня. Речь идет о ежегодной региональной премии «Шапка Мономаха». Кто они? Победители последнего конкурса «Шапка Мономаха». За какие труды и исследования были удостоены премии в одном из самых любимых конкурсов Ульяновской области? Слушаем Ольгу Даранову. У нас сложилась уже такая многолетняя традиция во Дворце книги. Проходят в декабрьские дни красивые церемонии завершения года, вручение ежегодной премии в области региональной стереографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». Родилась эта премия давно, еще в 1997 году, и инициирована была она журналом «Мономах». Замечательное издание, историческое, историко-кривический журнал нашей области, который представляет всю историю и культуру нашего края и замечательных людей, которые занимаются его исследованием. По инициативе журнала «Мономах» и в эти дни, в декабрьские, тут и рождественские дни, и дни рождения журнала «Мономах», мы ежегодно завершаем год вот такой красивой церемонии. Первый лауреат был в 1998 году Юрий Семенович Копылов. За эти годы уже 21 человек получили только гран-при «Шапку Мономаха». 2018 год, вот у нас последний лауреат, а помимо этого еще в трех других номинациях, потому что премия выдается в области региональной стереографии, в области литературного творчества и молодому автору за лучшую публикацию года. Вот такие три номинации. И четвертая – это гран-при «Человеку года» за комплексные исследования, за представление истории края, за внесение какой-то духовной составляющей в нашу жизнь. В начале премия была чисто символической, потом в 2009 году она получила материальную поддержку от правительства Ульяновской области. И в этом году премию получили Качкина Татьяна Борисовна. Она кандидат исторических наук, ведущий специалист Центра развития истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области, замечательный педагог, человек, который занимается многие годы историческим краеведением, выпустил очень много учебных пособий, изданий по истории ульянского краеведения. Вот, в частности, «Симбирский ульянский край в ритме XX века». Ну и, конечно, главное ее издание, за которое и голосовали, это ульянская авиационная энциклопедия. Она была автором и ответственным редактором этого издания, которое получило даже диплом Всероссийской выставки-ярмарки. У нас «Симбирская книга-2017» за лучшее энциклопедическое издание. Человек, который занимается наукой серьезно и давно, участвует во многих научных конференциях, и международных, и всероссийских, и в наших региональных, таких как и сытинские чтения. И, естественно, она была достойно выдвинута на гран-при. А несколько слов хочу сказать и о других лауреатах. Это, вот, в частности, первая номинация в области региональной стереографии, Дмитрий Геннадьевич Илюшин, краевед, путешественник. Профессиональный фотограф, внештатный журналист. Мы его знаем по таким циклам интернет-передач, как «Правдивая история» Дмитрия Илюшина. По замечательным фото- и видеорепортажам. Он занимается разработкой экскурсионных маршрутов по красотам и достопримечательностям Ульяновской области. Вот туризм, которым он занимается, увлекает очень много людей. И много положительных, таких позитивных отзывов от этих путешествий, пешеходных, велосипедных, автомобильных, байдарочных. Им написано много книг также, и путеводителей. Вот, в частности, 100 православных мест Ульяновской области. Путеводитель по Ульяновской области. Он участвовал в создании Туристского атласа. А также издание тысячи населенных пунктов Ульяновской области. Вот такому интересному человеку вручили премию в область региональной стереографии. Ну, еще у нас есть два лауреата. Это Елена Анатольевна Миронова. Она кандидат филологических наук. Доцент Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова. Работает она на кафедре романа германских языков. Тоже занимается достаточно давно. Имеет большой психологический стаж. 25 лет. Занимается она научной деятельностью давно. У нее более 90 научных и учебно-методических работ, из которых только 9 пособий и одна монография. Это очень серьезно. Принимала участие, конечно, в крупных всероссийских научно-практических конференциях. Ну, и в частности, вот она участвовала в подготовке, была организатором поездок студентов на всероссийский конкурс «Россия-Франция. Перекрестки истории». Друг дворца книги, она часто бывает на всех наших мероприятиях, проводит французскую гостиную «Сафр», приводит к нам студентов. Была тоже выдвинута эдукционной коллегией журнала «Мномах», совершенно справедливо, и получила еще одну премию. Ну, и номинация молодому автору досталась Станиславу Андреевичу Стрюкову. Это молодой научный сотрудник отдела природы Ульяновского областного кровеческого музея имени Гончарова. Станислав работает недавно в музее, всего старше у него 5 лет. Но за это время он уже достаточно активно показал себя как в научной, так и в общественной деятельности. Освоил достаточно профессиональные экскурсии по передвижным выставкам, таким, например, как «Соколиная охота», «Царская», «Псовая барская», «Сказки Пушкина», «Гости из прошлого», «Гиганта ледникового периода», «Язык цветов» и так далее. Он участвовал в проведении первого Ульяновского регионального историко-культурного фестиваля «Симперцитовый венец», а также в фестивале-конкурсе «Экология и безопасность жизни». Ему интересно заниматься наукой, интересно заниматься общественной жизнью. Вот он у нас получил премию как молодой автор за публикацию года. Вот вспоминая лауреатов «Шатки Мономаха» этой премии, надо сказать, что это, пожалуй, самое теплое, самое трогательное событие года, потому что собираются краеведы, собираются историки, собираются педагоги, ученые, исследователи, молодые люди. И вот это такая широкая панорама, и в то же время все проходит в достаточно теплом кругу, где люди друг друга знают. Они живут в этом крае, и виден рост, как вот эта традиция преемственности, она происходит на наших глазах. Мы почитаем своих мастеров, историков со стажем, с большим опытом работы, такими как Жарес Александрович Трофимов у нас получал «Шапку Мономаха», Сергей Борисович Петров, Луис Петровна Баюра, Любовь Александровна Сабченко, а еще раньше и Вячеслав Николаевич Егоров, который был основателем журнала «Мономах», и Борис Иванович Зотов, Антон Юрьевич Шабалкин, Элеонора Ильинична Денисова, Рудольф Григорьевич Азбукин, Ольга Егоровна Бородина, Лев Николаевич Нецветаев, Игорь Игоревич Егоров. Вот такие интересные люди, которые разносторонне и с точки зрения истории, и с точки зрения литературы представляли наш край в журнале. Церемония вручения премии «Шапка Мономаха» интересна еще и тем, что люди могут общаться с друг другом, могут услышать мнение своих коллег о себе, какие новые исследования в этот момент появились. Ведь заканчивается год, и, естественно, всем хочется узнать, кто работает, какие-то, может быть, новые открытия, новые труды, новые исследования. Год только начался. Журнал «Мономах» выходит четыре раза в год. Это будет четыре журнала. Журнал достаточно такой объемный, и там много работ разных представлено. А вам известно, допустим, какой-то прогноз есть, что вот ожидается работы такого-то автора? Журнал «Мономах», он давно любим, он давно завоевал авторитет и любовь своих сограждан. Его все знают. И в особой рекламе журнал «Мономах», так же, как и журнал «Симбирск», не нуждается, потому что эти журналы представляют лицо нашего региона, только кривическое и литературное. Там достаточно серьезный коллектив авторов, которые туда пишут, в этот журнал. Серьезный коллектив редакционной коллегии, молодой редактор Ольга Александровна Шипова, и уже, конечно, есть плана этот год, и пишутся новые статьи, причем разработаны с учетом всех знаменательных дат и каких-то важных культурных событий России, чтобы они были отмечены в этом журнале, так или иначе, потому что не бывает региональной культуры. Любая региональная культура – это часть большой общенациональной культуры. И я думаю, что этот журнал будет жить, мы желаем ему всяческих успехов, продвижения, развития, потому что именно он вносит большой вклад в формирование патриотизма, гражданской позиции молодого поколения, любви к своей родине, ответственности перед ней. И он объединяет нравственные силы как раз в этих целях продвижения, изучения своей истории и культуры, и несет большую просветительскую составляющую. Поэтому мы желаем журналу процветания, большой активности, авторам сотрудничества, потому что увидеть себя на страницах журнала «Мономаха» – это очень почетно, гордо. И премией, конечно, будет жить. И важно не финансовая составляющая премии, а важно вот то, что мы живем в изначальном поступательном развитии. Вспоминаем тех, которые начинали, изучали историю нашего края и видим, как развивается молодежь. Вот это самое главное. Вы слушали Ольгу Даранову, ученого-секретаря областного дворца книги. Она назвала победителей премии «Шапка Мономаха». Мы планируем встретиться с этими лауреатами, чтобы у вас была возможность познакомиться с их историко-литературным творчеством, как говорится, из первых уст. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Не хотелось говорить о проблемах, но эту неприятную тему не обойдешь, не объедешь. Речь идет о нашем ЖКХ. С каждым годом, согласитесь, хоть на полшага в ЖКХ происходят полезные перемены, но проблемы все равно остаются. Одна из них – это война с управляющими компаниями. Когда нет взаимопонимания и желания совместного сотрудничества по ремонту и содержанию жилого фонда, вот тогда получается то, о чем мне рассказали жители дома 11 с улицы Самарской из Ульяновска. Это ужас. Наступила зима, морозы с метелями, а в доме 11 он большой, десятиэтажный и девятиподъездный, а в подъездах-то на окнах нет стекол. Вы можете себе это представить? Слушаем председателя Совета дома Людмилу Поварову. В общей сложности больше 50 штук окон неостекленных. Вообще стекол нет, ни фанерки, ни стекол. Ни фанерки, ничего нет. Ветер гуляет и метель метет. Дома 27 лет. За 27 лет, наверное, где-то стекол пробились. Надо было их составлять в свое время. Четыре года добиваюсь, и четыре года всего у них нет. Да-да, сделаем. А это что же за управляющая компания такая? Фундамент. Там чехарда страшная кадровая. Там вот сейчас работают работники. Кто три недели тому назад пришел, кто полтора месяца пришел, кто месяц тому назад. И они все приходят, как с чистого листа начинают работать. Ничего не знают. Мне осмотр дома приходится делать 3-4 раза в год. Новый работник – осмотр дома. Новый работник – осмотр дома. Никаких результатов. Я в инспекцию пишу залогу. Инспекция приходит сюда, проверила, выяснила, да, действительно, что это такое. Дали предписание выполнить до определенного срока. То есть это до 28 сентября. До 28 сентября дали срок. Значит, после 28 сентября надо, наверное, прийти проверить, чего сделано, чего не сделано. Никого нет. Я пишу жалобу в прокуратуру, в районную. Ваше письмо отправлено на рассмотрение. Туда, на кого мы жалуемся. Я пишу в областную прокуратуру. И областная прокуратура мне тоже отдает ответ такой же. Жалоба направлена в инспекцию. Вот когда там они разберутся, вам дадут ответ. А ответ пришел мне из инспекции после жалобы в прокуратуру. А у вас все сделано? Вот как это понять? Вы недовольны такой работой управляющей компании. И хотите ее заменить. Но вам это сделать почему-то не удается. Желание есть, как будто кто-то ставит какие-то препоны. Нужно уходить и как можно быстрее уходить. Потому что толку от этой компании никакого нет. А почему вы это не делаете? Так вот, что касается наших прав, мы имеем право. Четыре года тому назад мы попытались уйти. Не дали нас взять той компании, куда мы хотели уйти. Им не дали. Потому как весь город разделен на сферу влияния между этими управляющими компаниями. И не лезть туда, где мое влияние. А проверить их, видимо, никто не может. Куда нам обратиться вот в таком вот положении, в таком состоянии? Окна не застекленные, мусор не вывозится. А мы за него деньги платим, за это вывозь этого мусора. Мы в отчаянии. Жители дома 11 с улицы Самарской в отчаянии. Управляющие компании деньги за ремонт и содержание жилья собирают, да немалые. Дом девятиэтажный и девятиподъездный. А элементарные работы по застеклению окон в подъездах уже четвертый год не удостоится выполнить. Как тут не впасть в отчаяние, когда ни жильцы, ни надзорные органы с этим поделать ничего не могут? Это ли не свинство? К нам в гости пришла славная девчушка. Ей четыре года. Зовут Марфа. Она занимается фольклорном ансамбле. И вот какие рождественские колядки она нам исполнила. Тук-тук-тук, кто там? Это мы, колядовщики. Коляда, коляда, дай кусочек пирога. Ты не режь, не ломай, лучше весь подавай. А не дашь пирога, мы корову зарага. А свинью за хвост уйдем под мост. Хозяюшка, дайте угощение. Вместе с Марфой к нам пришли две взрослые исполнительницы фольклора. Это Наталья Аринина и Вера Шерманова. И тоже исполнили колядки. Кляда, мляда, ты где была с воротами? А где ворот водой снесло? А где вода, быки выпили? А где быки на гора ушли? А где быки в загон ушли? А где девки, девки замуж вышли? Таусинь, таусинь, кишки да лепешки. Поросячи ножки в печи сидят, на нас глядят. Наталья Аринина руководит взрослым фольклорным ансамблем «Ладонка». Вера Шерманова детским ансамблем «Малиновка». Обе профессионалы своего дела. Поэтому я и спросила их, а фольклор – это профессия? Да, ответили мои собеседницы, безусловно. Ну, в первую очередь, конечно, это сохранение и передача народных традиций, народных знаний подрастающему поколению. Дети познают народную культуру, одновременно слушают, как поют взрослые, они учатся, воспринимают. Наши дети любят исполнять папсу, эстраду, как правило, зарубежную. Как сделать так, чтобы они с удовольствием шли? Горе-бой, чтобы детвора к вам приходили, чтобы они полюбили именно исконно русское. Ну, как я, например, свои уроки провожу поначалу, я начинаю им рассказывать, что такое фольклор, что он из себя представляет, чем мы вообще занимаемся на занятиях. То есть я стараюсь, конечно, больше рассказывать о элементарных календарных праздниках, потому что элементарные эти праздники просто дети не знают. Какие? Ну, то же самое Рождество, Масленица, Троица, Пасха. Это самые основные праздники, о которых должны не только дети, но и взрослые знать. То есть вот даже элементарно про Рождество начинаешь объяснять, кто такие вообще календовщики, куда они ходили, для чего ходили, что исполняли, когда исполняли. У них ассоциация такая, то что Рождество, Новый год — это просто ёлка, подарки и Санта-Клаус. Что самое вот грустное. Не Дед Мороз наш, Дед Мороз, а Санта-Клаус. Грустно, конечно, по этому поводу бывает. И начинаешь их перенастраивать, объясняя, что раньше было так, что проводилось это вот так вот всё. И тогда, да, они уже начинают запоминать всё это. И рассказывают потом родители. И родители, оказывается, тоже иногда не знают. Наталья Павловна, у тебя как их научить любить исконно родное, исконно русское и российское? Ведь заниматься народной музыкой — это одновременно петь, плясать, играть на музыкальных инструментах, познавать сценическое пространство, узнавать и получать ценные знания в области народной традиционной культуры. И на самом деле дети ходят и занимаются с удовольствием, потому что весь процесс выстраивается первоначально в игровой форме. И есть у нас такое понятие, как народная педагогика. Вот мы как раз-таки вспоминаем те знания, которыми раньше пользовались наши бабушки, наши мамы, наши прабабушки. То есть когда дети воспитывались в деревенской простой среде. И тем не менее дети были воспитаны и понимали, и знали, и уважали наши традиции. Потом дети, которые занимаются народным пением, конечно, они ещё и... Их прельщает очень красивые костюмы. У нас все дети занимаются концертной деятельностью, и для этого у каждого есть свой костюм, который пошит конкретно для каждого ребёнка. А у Марфоши тоже есть костюм? Да. Что за костюм? Мне красная шила, платье старалась, и она ко мне пришла, мы померяли, и пошла я на концерт. А что у тебя, сарафанчик или платьица? Сарафан. А пояс у тебя есть или куша? Пояс, как это правильно называется? Пояс. А что ты на голову одеваешь? Кокошник, платочек? Я одеваю на голову платочек. Какого цвета у тебя платочек? Красного. А в руках ты что-то держишь, когда выходишь на сцену? Я в руках держу платочек. То есть у тебя платочек и на голове красненький, и в руках платочек. Вообще традиционная, конечно, прическа у детей, это одна коса, в которую мы вплетаем множество разноцветных лент, поэтому детки всегда выглядят ярко, интересно, и самое главное, что они настолько комфортно себя чувствуют в этих костюмах, что они не хотят их и снимать, и после концертов. Многообразие красок, потом они достаточно пышные сарафанчики, и всегда получаются яркие выступления, фотографии, море впечатлений. Дети чувствуют себя раскрепощенно, потому что народная культура предполагает не зашоренное и стандартное такое обучение, а оно направлено на раскрытие индивидуальных способностей. То есть каждый человечек должен быть индивидуальным. Кто-то лучше пляшет, кто-то лучше импровизирует в словесном действии, кто-то лучше играет на традиционных музыкальных инструментах, кто-то поёт. Поэтому каждый может раскрыть свои индивидуальные способности, но и в то же время это коллективное творчество, которое для современных детей тоже немаловажно. К сожалению, мы можем наблюдать такой момент, что люди, в принципе, не могут и разучились работать коллективом. А вот как раз-таки народное пение, фольклорное творчество позволяет раскрыть как индивидуальные способности, так и воспитать ребёнка в коллективе. Уж как шла календарь и нова города, мы искали календарь у Ивана на двое, как Ивана двор на семи верстах, на пяти столбах. Уж ты, дядюшка Иван, шелкова борода, позлащённа голова, ты не режь, не ломай, подавай весь каравай. У нас ведь есть славянский календарь, и по этому славянскому календарю год 19-й – это год парящего орла. А орёл – это символ солнечного божества. Уж не говоря о том, что у нас Радищевский район, это место обитания орланов-белохвостов, на российском гербе эта птица изображена. Грустно стало. Я первый раз услышала про славянский календарь. Почему мы об этом не говорим? Ну, мы про лунный-то календарь ничего толком не знаем, потому что всё-таки Новый год по лунному календарю наступит у нас в феврале месяце. И поэтому почему такой ажиотаж создаётся по поводу Нового года 31 на 1 января, и специально будем для этого готовить какие-то блюда или надевать наряды, но это вещи достаточно абсурдные. Поэтому тот, кто понимает, что по лунному календарю год настанет только в феврале месяца определённого числа, то вот эти все моменты будут соблюдаться как раз-таки в феврале месяце, не в январе. Что касается славянского календаря, это вообще отдельная область знаний славянской мифологии, и это настолько непаханное, скажем так, поле, и настолько вдумчиво и аккуратно нужно также относиться к этим знаниям, что, в принципе, мы даже и не берёмся трактовать славянский календарь. Всё-таки древние славяне – это языческие божества, это связано ещё с язычеством. Мы с вами всё-таки люди православные, поэтому я-то ратую в большей степени, что у нас люди должны понимать свою традиционную культуру, которая основана также ещё в первую очередь на православных традициях. Не надо знать глубоко тот же славянский календарь, не нужно знать лунный календарь, просто жить по канонам традиционной культуры и иметь знания по традиционной культуре. Да, вот у нас сейчас наступает пора новогодних праздников, наступает Новый год, но мы с вами, к сожалению, не говорим о том, что у нас настанет двухнедельный праздничный период, который будет называться Святки, и начнётся он 7 января и продлится до 19 января. К сожалению, у нас 7 января, буквально через два дня, мы выйдем на работу, и все Святки, весь праздничный период, который раньше русский народ, и православный народ праздновал, как раз приходится на рабочее время. Но, тем не менее, мы с вами должны, конечно, в первую очередь помнить о наших традициях, о православных традициях и традициях нашего народа. А если касаться темы Нового года, в это время идёт Рождественский пост, который даёт определённые запреты на веселье, на употребление скоромной пищи. Поэтому тот, кто придерживается православных русских традиций, тот, конечно, понимает, что основные празднества начнутся для них с Сочельника, 6 января, затем 7 января Рождество, 13 января день Василия Великого и 19 января – это крещение. Вот именно каледа, хождение каледовщикам по домам, поздравление с наступлением Нового года, Рождества – это вот как раз-таки будет время с 7 по 19 января. И мы надеемся, что в этом году наши дети, которые занимаются в фольклорных ансамблях, как это было, в принципе, и в прежние годы, ходят по своим знакомым, под своим родственникам, друзьям и поздравляют с Рождеством с наступившим, с Новым годом, с Днём Василия Великого. И поют калядки, за что их щедро даривают различными вкусностями, угощениями. И вот когда мы ездим в фольклорные экспедиции, традиционные исполнители очень много информации нам предоставляют именно о праздновании святок. Ведь святки – это не только каледовщики, это и семейные обеды, это и гадания, в которых участвовали девушки. Я думаю, что и с сегодняшней молодёжи тоже интересно погадать на Рождество и узнать свою судьбу, правда? В день Василия Великого ранее было такое обрядовое действие. Маленькие детки приходили в дома своих односельчан, пели калядки, а также проводили обряд посеваний так называемого. Произносились определенные слова, и одна или несколько горстей зерна сыпалось на пол. Это обрядовое действие было направлено на богатую, сытую жизнь этого семейства. И при этом приговаривали такие слова. Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, с Новым годом, со всем родом, счастья, радости желаем, чтоб здоровы были, много лет жили. Не дадите пирога, мы корову за рога, не дадите лепешки, разобьем окошки, не дадите пышки, разобьем все крышки. А ведь мы по светскому календарю привыкли говорить о том, что с 13 на 14 наступает Старый Новый год. А вы ни разу не сказали Старый Новый год, вы говорите День Василия Великого. У нас в народе распространено понимание о Старом Новом годе. А в народной культуре, в традиционной культуре, это День Василия Великого. Поэтому основные святочные гуляния как раз-таки с пением калядок, щедровок, с обрядом посевания. И когда вот гадания девичьи начинались, вот именно со дня Василия Великого. На Рождество ведь ходили, славили, поздравляли с праздником, а календарщики, как правило, уже начинали ходить с 13 января. И этот вечер еще называется Щедрый вечер, Богатый вечер. В этот вечер хозяйки варили кашу обязательно. Была такая примета, каждая хозяйка варила кашу и наблюдала. Каша у нее выросла горкой, сварилась, либо она у нее такая прямехонькая, либо ямкой. И вот было такое поверье, если каша варилась горкой, была такая пушистая, это сулило богатый год. Если каша варилась ровно, и не поднималась, не опускалась, значит год будет как и прежний. А если вдруг получалась ямка, возможно, что какие-то будут не очень хорошие события в этом году в семье. На святки калядовщиков угощали специальными угощениями. Вот в фольклённых экспедициях Пульяновской области нам рассказывали о том, что готовили традиционные лакомства орешки. Это такие очень вкусные, сладкие печености, рождественские угощения. Вот когда калядовщики приходили, поздравляли, пели калядки, их одаривали затем этими орешками. Они делались из пресного теста по специальному рецепту и либо пеклись, либо обжаривались в масле. И могли там либо сахарком посыпаться, либо мёдом. Но это очень вкусная на самом деле вещь. Мы каждый год, когда ездим в фольклённую экспедицию, я записываю большое количество рецептов традиционных. И потом мы эти рецепты уже дома готовим и ежегодно представляем на научно-практической конференции. Очень всегда именно тема про традиционные народные рецепты проходит с большим таким интересом, и люди воспринимаются с восторгом. Потому что столько много забытых традиционных блюд, они, с одной стороны, очень простые, но одномоментно очень вкусные. Но это, конечно, различные печёности. Это лапшевники, сухарники, различные супы, похлёбки. Я пыталась восстановить рецепт, как пекли традиционный хлеб. И вот в том году мне удалось всё-таки завершить эту работу, и теперь я пеку бездрожжевой хлеб, как это раньше было в деревнях. Идут рождественские праздники. Самое время славить Христа и исполнять калятки. Ради этого светлого настроения мы пригласили исполнительниц фольклорных песен. Это четырёхлетняя Марфа Сафронова, и её, как говорится, старшие коллеги по цеху Наталья Аринина и Вера Ширманова. А я домой не пойду, а я домой не пойду, не пойду, не пойду, не пойду, не пойду. А мне шума чужая, чужая, чужая. Рубашка пудная, 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 пудная . Запрягать-ка мужкуне, сомать-ка мужкуне. Моя шкуня, мужик уня Мы воины тресила, мы воины тресила Как в деревне весела, как в деревне весела Весела, весела, весела Мы построим шалаши, мы построим шалаши Шалаши, шалаши, шалаши И заканчивать нашу передачу Зинаида Крабцова Автор и бессменная ведущая Любимые рубрики О целебных травах и растениях Кто-кто, а она-то точно знает Что впереди нас ждет весна И не обращая на зимние сугробы Расскажет нам о грибах Аленький цветочек Доброе утро Я расскажу вам о необыкновенно оригинальном грибе И называется он тоже оригинально Веселка обыкновенная Редкий гриб в наших лесах Но имеется и приравнивается К всемирно знаменитому грибу житаки Такому же удивительному и целебному Растет веселка не так, как все грибы Во-первых, где была в прошлом году На этом месте ее уже нет Выбирает другие Без присутствия ее прежней грибницы Удается ей это при помощи спор Которые разносят насекомые Споры падают на землю Появляется белый шарик Похожий на дождевик Через некоторое время появляются чудеса Можете стоять и смотреть Как развивается гриб Просто у вас на глазах Шарик лопается Из трещины начинает быстро появляться ножка 5 мм в минуту Через 15 минут мы увидим картину Белое яйцо, лежащее на земле А из него выросло плодовое тело Длиной до 20 см Начиненное спорами И неприятным запахом Напоминающим падаль Этот запах распространяется далеко Привлекая насекомых В это время и надо брать весь гриб Вместе с яйцом Аккуратно, без мусора и земли Положить в полиэтиленопакет Раньше далеко обходили веселку Почуяв ее неприятный запах Но в 20 веке Она стала сенсацией После изучения Оказалось, что ее целебные вещества Выше, чем у знаменитого Шитаки Она способна удалять херостерин Лечит злокачественные опхоли Понижает давление Лечит язвы и почки Наружно залечивает трофические язвы Пролежни, кожный рак Убивает вирусы Герпеса, гриппа, гепатита и даже спида Лекарство готовить из высушенного гриба Сушат, аккуратно разрезая на две половинки И нанизывают на нитку Вешают в тени Затем складывают в стеклянную банку Срок хранения 24 месяца Настойку делают так Сырье измельчается Ну можно и свежее Взять 3 столовые ложки Этого измельченного сырья Залить саканом водки Настоять 14 дней При температуре не выше 5 градусов Цельсия Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день С интервалом 12 часов Рак лечит Берут 1-3 столовые ложки 3 раза в день Наружно делают настойку 100 грамм свежих ножек и шляпок Или неполную 1 столовую ложку Сушеных Заливают 200 мл спирта Настаивают 2 недели в прохладном месте И прикладывают на больное место Только на 20 секунд Компресс противопоказан Будьте здоровы Всего доброго До свидания Вот и все на этот час С вами была Наталья Козина С Новым Годом С Рождеством До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин